Приветствую вас, и я внимательно ознакомился с тем, что вы написали. Могу сказать вам, что способы вылечить отношения, конечно же, есть. И то, что вы говорите, что виноваты вы оба, это тоже правда. Так и есть. Но, при этом, если в отношениях с мамой вы можете изменить что-то в одностороннем порядке, то вот в отношениях с мужем изменить в одностороннем порядке что-то можно до определенного предела. А потом ваша активность упрется в потолок, потому что, если со стороны другого человека отсутствует активность, отсутствует желание что-то делать, желание что-то налаживать, то и вы ничего не сможете сделать сами. Потому что просто не будет никакого отклика находить то, что вы делаете. А по причине того, что вы достаточно внушаемый, мнительный и неверенный себе человек, можно говорить о том, что без поддержки, без какого-то вот такого обратного отклика у вас не будет получаться то, что вы хотели бы. Тем не менее, вылечить все же можно отношения, и я думаю, что для этого требуется определить в первую очередь, в самую главную очередь, это что вы, вообще говоря, сами для себя хотите. То есть, вот мы разобрались с вами ваши отношения с вами. Ну, конечно, может быть, нужно еще, может быть, нужно еще их разобрать. Может быть, у вас какие-то вопросы остались, может быть, какие-то сомнения именно в контексте ее. Но давайте пока мы предположим, что вот в отношении своей мамы вы поняли главное. Вы поняли, что она и то, как она относилась к маме и относится, не означает, что вы плохой человек. Не означает, что вы никчемная женщина, например. Это означает, что у вашей мамы проблема. И вы в действительности гораздо лучше. Просто вы чего-то, например, не умели. Вы чего-то, например, не могли сделать. Сейчас вы это можете. И вы умеете. И вы можете. И вы способны, и вы в силах. Более того, у вас есть хобби. И вот, вооружившись такими установками, давайте войдем в отношения с вашим мужем. Значит, я предлагаю начать вам с того момента, когда у вас появились первые ссоры. Значит, первые ссоры у вас появились после того, как вы, значит, забеременели. И вот первая неудовлетворенность была, это то, что мужчина вам предложил расписаться. Он вам предложил расписаться, а вы хотели, значит, определенного ритуала, связанного с предложением руки и сердца. И, значит, это вам не понравилось. Он сделался не так, и это выглядело как, значит, то, что он хочет с вами расписаться, потому что вы беременны. И вот здесь очень важный момент. Во-первых, вы хотели жить для себя, вы начали жить для себя тогда. Вы об этом пишите достаточно много, что в свободной обстановке вы хотите жить, понять, кто вы на самом деле и так далее. Думается мне, что очень правильно было бы в вашем случае вот этот момент вспомнить, когда вы хотели жить для себя, когда вы хотели жить в свободной обстановке. Что вы планировали? Как вы себя представляли? Какой образ у вас вырисовывался в тот момент? И самое главное, это то, что у вас была потребность в любви. Вот эта потребность в любви, которая у вас имелась тогда и имеется, я так подозреваю, и сейчас, она, эта потребность в любви, естественно, нашла удовлетворение в муж. Но вы тем самым поставили себя ниже, чем он. Хотя бы на уровне чувственном, на уровне эмоциональном. Вы поставили себя ниже, чем муж, и на уровне бытового, но это вторично. А на уровне все-таки это. И вот давайте спросим себя так. Когда вы, значит, находились за мужчиной, как за каменной стеной, вот как вы писали, что снимал был хорошо, идеально, вы прям чувствовали себя защищенной, это все было хорошо. Вот когда вы чувствовали себя защищенной, тогда, вы сейчас, можете сказать, что ощущаете то же самое? Я думаю, что нет. По крайней мере, вы ощущали себя так, когда у вас все было хорошо. То есть, когда мужчина над вами не смеялась, когда мужчина вам ничего плохого не говорила, когда все было так, как вы хотели. Вот в этот момент вы чувствовали себя защищенной. Но стоит как-то возникнуть какое-то проблеме, и тут же вам кажется, что что не так. То есть, например, когда мужчина продолжил с вами расстаться, вы думали, начали думать, что он не делает, потому что ребенок, потому что вы беременны. Но при этом вы немножечко упускаете из вида тот факт, что человек предлагал вам жить вместе еще раз, но вы отказались. Это значит, что еще до беременности у него была к вам симпатия. Симпатия настолько сильная, что он хотел, ладно, связать свою жизнь, но предлагал вам жить вместе. И почему он это делал? Может быть, ему нравилось, что вы нуждались в такой его за жизнь. Может быть, ему нравилось, что вы как раз таки вот, ну как бы, вы слабое, вы проявляете слабость. Ему нравилось, вероятно слабое, но он чувствовал себя сильным. Это ощущение, оно одно из самых основополагающих для отношений между мужчиной и женщиной. Это факт. Но вы, когда сказали, что нуждаются в любви, вы сами себе здесь поставили такой вот образ, можно сказать, рамки, на которые вам создено было выйти. То есть, вы неминуемо вышли бы за эти рамки. У вас есть потребность в любви. Какая? Попрепность в оценке, потребность во внимании, да, в одобрении и т.у.т. То есть, всего того, что вам не хватало отъезда. И вы это пытаетесь восполнить через отношения с мужем. Но, в действительности, муж это не родитель. Вы могли удовлетворить эту потребность до тех пор, пока у него была к вам страсть. Но, эта потребность, как бы, как наркотик. То есть, вы нуждаетесь в любви, но вы нуждаетесь в любви другого человека. И вы все время хотите еще и еще и еще этой любви. А, естественно, если любовь на том уровне, на той точке интенсивности, какой она была вначале, она оставаться не могла. И когда у мужчины стало к вам чувство, вы начали чувствовать, ощущать себя еще более брошенной и покинутой. Почему? Потому что, вы хотели любви, и вы эту любовь получили. Но получили на какое-то время. А потом, вас, как бы, ее лишили. И вот начинается жидкая фрукстрация по этому поводу. Потому что, как-то, вы чего-то хотели, вы, вроде бы, это имели, а сейчас у вас этого нет. И вы начинаете активно реагировать. Реагировать через обиды, через, там, стеснение, через замыкание в себе и прочее. И мужчина расписался с вами, потому что он, видите ли, только, ну, только потому он это сделал, что вы беременны. И что, свадьба для него, значит, не имеет значения, потому что, ну, мужчина все равно отправил на свадьбу. Это, действительно, только наши, ну, в основном только женщины нужны. Вот. Но, тем не менее, значит, вы на это тоже обидели, обидели. И для вас это то, что удар по солиду. Давайте подумаем вот о чем. Мужчина вам предлагал, значит, что сделать? Расписаться. Да, он сделал все не так, как вы хотели. Во-первых, не факт, что он сделал бы это вообще так, как вы хотели, а во-вторых, отдельно нужно сказать, что значит, ведь он не хотел изначально свадьбы. Это была идея родителей и, соответственно, как, почему вы можете требовать от него того, чтобы он вас поддерживал в этом. Ведь это изначально, его идеи не было. Соответственно, он подумал, что если вы с родителями договорились, что у вас будет свадьбы, то, соответственно, какие к нему могут быть претензии, какой к нему может быть спрос. Тем не менее, это ваша первая обида и вы эту обиду на него дотайся таили. Давайте вот с этого момента скажем так. Наши потребности в любви, которую вы, полагаю, испытываете до сих пор, потребность в одобрении, потребность в том, что вы делаете это правильно, она происходит из детства. И, соответственно, если мы, скажем так, прошли путь-путь этого нашего детства, поняли все причины, то сейчас вы имеете недостаток этой самой любви. И понятно, что искать его нужно не в отношении к мужу, а потому что-то мужу. Он принимает вас такой, какая вы есть. И он воспринимает вас как партнера. Да, он над вами смеется, да, он ставит себя выше вас, но тем не менее, вы для него партнер. И, соответственно, как партнер, он не может быть вашим наставником. Он не может быть вашим родителем, а именно родители вы хотите в нем видеть. Так что, соответственно, вам нужно для себя определить, в чем именно вы не уверены. Вот вы говорите, я не умею готовить. Хорошо, сейчас вы умеете готовить, сейчас вы готовить умеете. Ага, вы не можете ничего-то еще, но, простите, вас не научили. Сейчас вы все это умеете делать и делаете это совершенно, как вы говорите. Основной и важный вопрос. Для чего вам одобрено? Вы не уверены в себе, у вас нет четкой своей системы ценностей. Значит, об этом мы говорили с вами вроде бы тоже. Свою, свою системы ценностей, как бы, основную от всех остальных людей, потому что мнения разные. Например, вот муж сейчас требует от вас одного, а, допустим, если вы разведетесь, то мужчина будет требовать на совсем другой мужчине. И что, вы будете пытаться под каждого мужчину подстраиваться? Ну, конечно же, нет, это неправильно. И невозможно. Поэтому нужно иметь свою собственную систему ценностей и свой собственный фильтр того, что вы делаете правильно, именно для себя. То есть, что-то вам нравится, что-то не нравится. И определять это именно по таким критериям, что вам нравится и что вам не нравится. А если, если этот критерий у вас, допустим, отсутствует, то есть вы сами не можете одно-назначе показать, то есть вот, ну, есть в двух направлениях. Первое направление – это то, что касается ваших личных решений, то есть вам требуется просто доверять больше своим чувствам, вы имя что-нибудь. Вот вы, например, делаете что-то, шьете, да, и вам, соответственно, кажется, что вот вы делаете правильно. А мужчина смеется над вами говорить, что это неправильно. Вот сразу мысленно себе представляете. Ага, человек говорит, что я делаю что-то не так. Хорошо. А что он делает? Какого? У него есть какое-то хобби или что-то еще? Нет. У него хобби нет. Значит, что это может быть? Это может быть зависит от того, что я делаю. Это может быть попытка принять меня, чтобы он на моем фоне был как бы выше, был лучше и выступал в более выгодном свете. Для чего это нужно человеку? Вот какой вопрос вы себе задаете. Люди никогда не делают ничего просто так. И у их поведения, у их поступков всегда есть причина. А спросите себя, для чего человек делает то, что он делает? Если человек что-то делает, он делает это для себя. Если он делает для другого, вы всегда это увидите, вы всегда это поймете. Но если человек делает что-то не для другого, не для вас, он делает это для себя. Соответственно, задайте себе вопрос, для чего человек это делает? Ваш мужчина, все, что негативное он делает, ваш сам. А если раньше это было просто, ну, знаете, как игра, Так как вы писали, что поначалу его добавлялось, что вы можете какие-то вещи делать, а потом из-за того, что не умеете, то Сетра просто превратилась в создание как бы в воздушную для него. То есть он, например, поработает, он встает, ему нужно выпустить пар. Как выпустить пар? Посмеяться над вами, ведь он имеет, наверное, полное право, и как бы за время вашей жизни это стало обыденным. Обыденным смеяться над вами и как-то принижать то, что вы делаете. Главное, что ему нужно всегда четко понять, почему человек это делает, что им двигает, что он хочет улучшить. И когда, если вы это делаете, а мы говорим, что мужчина хочет самозрегистов, а он все, как бы он понимает, он не дурак, он понимает, что у вас есть какое-то хобби, старается что-то делать, вы старается как-то развиваться, да, а он все это не делает. Типа, что и так достаточно того, что он делает, то есть без работы, он считает для себя это важно. Но, если бы он действительно был в себе уверен, он бы вам ничего такого не говорил, потому что, опять-таки, тут действует тот же самый принцип. Человек, который генерирует негатив, он всегда, всегда находится в противоречии с самим собой. У него есть некая дисгармония внутри, у него есть некая потребность, некое желание, мотив. Вот какой, может быть, мотив у вашего мужчины над вами смеяться сейчас, когда это уже непонятно, да, не забавно, не что-то, просто как бы обидные такие подколы, обидные такие, можно даже сказать, замечания, которые, в общем-то, не несут в себе ничего смешного, наоборот, только вас оскорбляют, например. Почему человек это тем, что им двигает, что им мотивирует, попробуйте это разобрать сами для себя, ведь вы человека знаете лучше гораздо, чем, например, вы описываете здесь, а вы описываете только его поведение, но при этом вы не говорите, какой он, то есть то, что вы вначале вот сказали, что он интересный, что он серьезный, надежный, да, но дальше вы просто описываете его поведение именно в контексте, своего восприятия, это нормально, что-то вы делаете, то есть вы не подумаете, вы не должны были писать, что это другое, но, тем не менее, так как это с фактом, что мотив, за которым он может это делать, лучше всего, одна только вам. Так вот, определите для себя, мотив, поймите, потому что пока вам кажется, что этот человек делает, опять-таки, потому что вы вот такая плохая, но действительно человек это делает для себя. Если, если, вот, например, такая ситуация, вот просто представим себе, что идет коллега по улице, идет, значит, здоровый, успешный человек по той же улице, вот он толкает коллегу, да, и коллега падает. Казалось бы, для чего успешному человеку толкать, ну, откровенно, нежастного, и, как бы, еще сильнее, да, усугублять его состояние, да, чем наш человек чем-то не удовлетворен. Он не ощутил желание помочь, он не ощутил желание подать руку помощи коллеге. Это значит, что полнота внутри этого человека, внешне успешно отсутствует, потому что помочь и делать это позитивно можно только при полноте, при внутренней душевной полноте, когда нет желания заниматься чем-то деструктивным, когда нет никакого дефицита. Я надеюсь, что это вам, вот этот момент вам очень, очень, ага, понятен будет, потому что он является базой для того, чтобы оценивать действия других людей. Вы оцениваете действия в контексте себя, потому что, как правило, действия и вашей мамы, и вашего мужа, они направлены на вас, то есть они, как бы, постоянно оценивают вас, и оценивают вас негативно. Но вы же понимаете, вот человек не может постоянно делать только один негатив, и человек не может постоянно ошибаться. А если вас не хватает, значит никакого баланса нет. И если нет баланса, значит, человек почему-то сам генерирует этот дисбаланс. И значит, у того факта, что человек генерирует дисбаланс, проявляет его, проявляет его на вас, есть причина. И вот какая причина? В моменту причины вам станет ясное поведение человека. Вы станете приятного поведения человека, вы перестанете видеть себя с целью этого поведения. Вы будете видеть человека, видеть, как он ведет диалог с собой, пытается за счет вас что-то сделать, чего-то добиться. Но при этом вы являетесь лишь средством. И давайте будем честны, что вы, человека, мужчину, тоже отчасти принимали как средство. Средство для получения того, что вам нужно, то есть любви. И вы, конечно, идеализировали ситуацию, идеализировали ваши отношения, развитие ваших отношений, когда мечтали о том, что он предвозит вам руку в сердце, так как именно вы хотите. То есть вы идеализировали. И если идеализация, она, в принципе, понятна, и нормальна в вашем случае, то ее естественная трансформация, эта идеализация, в сторону реализма, возможна только в том случае, если вы свои потребности, которые есть у вас, удовлетворительны сами. То есть, если вы, вот эта вот потребность у любви, потребность у удовлетворения, удовлетворительность у настоятельного, не через мужчину, не через его оценку, не через его реакцию. Как именно? Понятно, я об этом говорил, немножечко в конце предыдущей записи я говорил о том, что вам нужно найти образец поведения, который бы вы сделали свои. Это очень важно, потому что, что вы делаете сейчас? Сейчас вы под давлением своего мужчины, да, под его отношения. Во-первых, вы чувствуете себя очень плохо, вы на него обижаетесь, ну, про обиды мы еще поговорим, это я пока в общем. Вы на него обижаетесь, вы не чувствуете, что он вами дрожит, да, вы понимаете, что он все делает для СМИ, но семья – это не вы. То есть вы чувствуете, что вы для него просто, как вы, ну, как жена, как супруга, да, и все. При этом женщина у вас не видит. И это, к сожалению, реакция достаточно нормальная и естественная. Почему? Потому что вы, понимаете, что вы старались у этого человека, как я понял, раствориться, да, вы все старались для него сделать. Он над вами смеялся, и постепенно, по-клоральной стороне, старались это сделать. Потом вы поняли, что что бы вы ни делали, человек будет, по-клоральной, в вами стрелся. Так зачем тогда это делать? Лучше вы не будете ни сбедиться с собой, да, ни краситься, ни выглядеть нормально, а, ну, для вас нормальная вещь, а для вас стоит быть у вас все простое и старое. Если вы, зачем это делаете, то человек все равно не заметит. И вот тут кроется самый главный момент, самый главный момент, без которого невозможно построение ни одних нормальных отношений, а именно, то, что вы выглядите, одеваетесь, то есть, значит, ведете себя не для кого-то, в первую очередь, а для себя самому. Нельзя хорошо выглядеть, нельзя хорошо одеваться только ради одобрения другого человека. Это нужно делать для себя. И поэтому я вам не веряю, я сказал о том, что, значит, вы, вам нужно найти модель поведения, свое, образец женского поведения. Почему? Потому что, вот вы заедаете свои обиды. Заедаете. А что есть обиды? Вот, нас обижали, говорят, ну, как-нибудь, оскорбляя, да, например, человеку сказали, ты дурак. Он обиделся. Человек обиделся, что он одувал дураком. Притом, условие, что он умный, что у него, так-то, есть научные работы, там, успешная практика, какие-то открытия. Но человек все равно обижается, что его назвали дураком. Вот, задает вопрос, а почему так, значит, человек обижается? Все доставляют его обижаться. Ну, хорошо, кто-то шел по улице, мы с вами об этом уже говорили. Такому человеку нужно, может, сердиться за еще другого. Он кидает оскорбление, просто вот, чтобы оскорбить, он выпускает таким образом пакт. А другой человек это оскорбление принимает на свой счет и обижается. Ему неприятно. Почему просто не улыбнуться, в ответ на подобную обиду, на оскорбление, не улыбнуться и не сказать, мне тебя жаль, например. Потому что, по той или иной причине, человек сомневается в том, что он делает, в том, что он может. То есть, когда жальку говорят, что он дурак, и он обижается, это значит, что где-то в глубине души он сам на себя допускает эту мысль. Он допускает, что он действительно может быть дураком. Он допускает, что он где-то не в совершенном. А это означает, что на себя несовершенного он не принимает. Он принимает только совершенного себя. А это значит, что у него идеалистическое представление о себе, а значит и личное. Потому что ни один человек не является совершенным. У каждого из нас есть несовершенность. Каждый из нас несовершененен и у каждого из нас есть свои недостатки. Это нормально. Вот когда вам говорят, что, например, вы там что-то не так сделали. Бам! Вы там, допустим, подошли пирог. Ну, в смысле, как сказать. Вы пережарили пирог, допустим. Он у вас пригорел. Вам обращали внимание на недостатки. Она вам сказала, что она как-то могла сжечь пирог, допустим. И вы-то понимаете, что вы сделали. Вы действительно ошиблись. Но не ошибается тот, кто ничего не делает, во-первых. То есть тот, кто делает, ошибается. Потому что практика всегда, во-первых, отличается от теории. То есть если вы будете, например, даже читать книги по кулинарии, вы все равно, когда начнете заниматься непосредственно приготовлением пищи, у вас будут ошибки. Это нормально. Ошибки нормальные потому, что вы можете отвлечь на ребенка и все что-то может быть. Просто в силу того, что внимание человека не является членопостоянным. Внимание может быть разным. И все то, что человек может опустить. То есть ошибаться для человека нормально именно в силу того, что его действия не механистичны. В силу того, что человек это живая экосистема, и кроме того, что она обладает творческим потенциалом, она еще и может ошибаться. Потому что алгоритмы, ну, в отличие от машины, например, не моделируются. То есть не подчинены каким-то жестким, прямо, алгоритмам. Даже если вы делаете что-то по привычке, вы все равно можете сбиться. Все равно можете отвлечься. И у вас все равно может пойти что-то не так. Ну и хорошо. Вы ошиблись. Ошибка для человека нормальная. И вам обязательно на это указали. Вы обиделись, что вам указали на ошибку. Но давайте по факту. На что вы обижаетесь? На правду вы действительно ошиблись? Зачем обижаться на то, что действительно есть? Можно оскорбиться, если вот вы, например, своему мужу не изменяли, да, вы вот, ну, вы сохраняли ему верность, а он вам говорит внезапно, что вы изменили. Это, конечно, обидно. А мы-то это не правы. Это оскорбление. Это то, чего вы не делали. Это клевета. И клевета не должна оставаться без наказанности. Потому что это, по сути, очернение человека. И поэтому клевета возведена в рамках преступления против репутации человека. А тут вам указали на ошибку. На то, что вы сделали. Но вам указали на ошибку так, как будто это что-то аномальное. Вам указали на ошибку так, как будто это что-то из ряда вон выходящее. А в действительности ошибка – это нормально. И человек сам ошибается, тот, который указал. То есть ваш муж. И вам, на самом деле, свои ошибки, ну, ну, вы принимали как что-то неестественное. Как что-то абсолютно обыденное. Но понимаете, зачем человек? Главное, эти ошибки указывает. Ему, значит, это зачем-то нужно. Об этом мы тоже говорили. И тогда получается, что ситуация с обидой у вас делится на 2-6. Первое – это то, что ошибки, недостатки, там, что-то еще негативное. Это нормально. И это и есть указан в человек. Примите свою несовершенность. Стремитесь быть совершенны. Об этом мы говорили. И я, наверное, скажу еще. Стремитесь быть совершенны. Но стремиться быть лучше – это не значит, что стремиться быть идеальным. Стремиться быть лучше – это значит быть устремленной к определенному идеалу. Быть устремленной к идеалу не значит быть идеальным. Идеал в груди нет. А вот стремящихся к идеалу в той или иной сфере, в той или иной области достаточно много. И вот эти люди, они ведут себя, опять-таки, мы не будем говорить правильно или нет. Они ведут себя так, как им нравится. Вот они делают то, что им нравится. Они хотят стремиться к идеалу, и они к нему стремятся. Просто потому, что до кого их желают. А каково их желание, понимаешь? Вот на что вам нужно ответить. Теперь все касается того самого идеала, о котором мы говорим так много. Значит, принимая свою несовершенность, понимая, что человек, который указывает вам на ошибки, последует своей цели, эти цели, они не связаны с вами, они не делают вас ухудя. Вы приходите к мысли о том, что вы прекрасны в своем несовершенстве. Тут можно отдельно заметить, что когда изначально вы нуждались мужчине, да, вот когда вы чувствовали себя с мужчиной, как за каменной стеной, мужчине почему-то ваша несовершенность, ваша слабость, нравность. А когда она начала переноситься на другие аспекты жизни, он это начал засмеивать. Не находите ли вы это странно? А главное, как вы думаете, почему так произошло? Ну, почему человек изначально принимал вашу слабость, вашу потребность защиты, потребность поддержки, нормально, хорошо, положительно, а потом перестал. Что случилось? Отверьте себе на этот вопрос. Я специально не буду ничего говорить здесь, потому что вам нужно найти ответ на этот вопрос самой. Дальше. Мы уже упомянули о том, что вы хотите быть красивым только лично для мужчин, но это неправильно. Нужно быть красивым для себя, стремиться делать что-то для себя. а это значит, что отдельно от того, что хотел бы мужчина, его реакции, вообще отдельно от него и от ребенка, и от своей матери, автономно, от всех. Спросите себя, вот кем бы вам хотелось бы быть, на кого бы вы хотели быть похож? Это вот, кстати, то, о чем я говорил в начале, то есть не в начале, а в конце предыдущих датчиков и в начале образец женского поведения, образец женской внешности, образец имиджа, имиджа для себя, потому что вам так нравится, потому что вы этого хотите, вы, а не кто-то другой. Вот. Значит, уединились и подумали, какой образ вам нравится. ну, образ таинственной женщины, образ там, гламурной женщины, образ там, бундарская женщина, какая цветовая палитра, ну, я имею ввиду косметики, там, одежда, цвет одежды и так далее, какое поведение вам нравится. Да? И вот все это пропустите через свой внутренний фильтр. Фильтр симпатии. Не берем здесь в расчет, что вам посредством, что вам непосредством, что у вас получится, что у вас не получится. Мы этого расчета сейчас не берем. и вы поймете потом, почему. Просто устанавливаем для себя образ, образец такого женского поведения и такого имиджа, который бы вам нравился. А дальше начинаем к нему стремиться. Стремиться по мере своих средств, стремиться по мере своих сил, стремиться по мере своих возможностей. Ну, например, нравится вам, допустим, ну, скажем, длинный волос. Начинаем отращивать длинный волос. Нравится вам, скажем, светлое одежда. Ну, допустим, светлое одежда. Начинаем одеваться в светлое одежда. И пусть это будет не одна, две, три, четыре покупки, которые вы делаете обычно, пусть это будет одна покупка, но это покупка, лично вам нравилась. Вы привыкли к тому, что все постоянно оценивают то, что вы делаете. Вы привыкли к тому, что все постоянно критикуют то, что вы делаете, как вы одеваетесь, как вы выглядите и так далее. но вы забываете об одной важной детали, что каждый человек делает это в контексте своих ценностей. То есть, мы не говорим здесь, что этот человек не прав. Мы говорим о том, что это ему не нравится, это его не устраивает, это идет вразрез с его моральными ценностями, например. Это идет вразрез с его эмоциональным состоянием, как вот например, когда мужчина вас допустим подкалывает, делает смешанное. Он это делает для чего? Для того, чтобы смудриться за вас все. Вопрос, а почему ему нужно смудриться за все? Ответ, потому что он привык, что вы нуждает в его защите, он привык, что вы находитесь ниже него, и ему требуется подтверждение, что вы продолжаете оставаться ниже него. Для этого ему нужно самоверняться, для этого ему нужно вас принижать, потому что в начале отношений вы сами давали ему понять, что вы как бы поджиняете ему, что вы растворяете с ним и так далее, а семейная жизнь у жениха, в семейной жизни у вас появляются какие-то претензии, какие-то желания, и делает его что-то, и мужчина это видит, мужчина это видит, и у него, как будто изначально стоит выше своей женщины, возникает опрещение, а вдруг она подумает, что она делает столько же, сколько и я, не дай бог, и вот поэтому он и наздает самоупреждение за вашего, но это его восприятие того, что с вами, например, происходит, это его восприятие, например, вашего наряда, но его восприятие вас не волнует, потому что мы уже поняли, чем она обусловлена, да, мы на примере вашей мамы это поняли, мы на примере мы уже вашего это поняли, это не то, что можно взять и сказать, вот я к этому прислушиваюсь, прислушиваться вам нужно только к самой себе, а это создается из ваших симпатий, вот то, что вам нравится, вот это и есть та самая истина, которая для фас одна вам нравятся длинные волосы, например, другим не нравятся, или вам нравится короткая стричка, другим не нравится, значит, припочтении вы всегда отдаете только своей симпатии, потому что другим людям, ну, во-первых, другие люди не привыкли вас видеть в несколько другом образе и им требуется время, чтобы адаптироваться, а во-вторых, эти люди просто против любых ваших изменений, потому что они-то не меняются, они-то остаются теми, а вы что-то хотите делать, и поэтому нужно быть готовы к тому, что люди будут негативно занимать то, что вы меняет, вы можете заметить, что я это говорю в социальном ключе, но дело в том, что ваш муж это по-су-то уже проявление социального, то есть отношения с мужем, семейные отношения это частные случаи социальной активности человека, поэтому можно говорить в контексте семейных отношений о социальных отношениях, это чтобы вы не думали, что что-то неправильно, итак, мы поняли, надеюсь, что нужно слушать себя через понимание того, чем обусловлена оценка других людей, мы поняли, я надеюсь, что идеала достичь невозможно, нельзя стать еще одним кем-то, например, выберите любую понравившуюся вам популярную актрису, на которую вы хотели бы быть похожим, или певицу, исполнительницу какую-нибудь, и вы наверное скажете себе, что я не смогу быть такой, как она, и это хорошо, это хорошо, вам нужно взять у нее, у этого образа, главное, набор, форму, образ, имидж, как угодно называйте, смысл от этого не меняется, вам не нужно считать еще одной, вам нужно взять для себя то, что вам нравится, то, что вы хотели бы, владеть, чем вы бы хотели владеть, например, это элементы прически, одежды, поведения и так далее, хоть бы даже какие-то фразы, построения, все это со временем станет частью вас, и то, что вам действительно нравится, станет частью вашего поведения, то, что не нравится, вы обсеете, и тем самым родится ваша индивидуальность, ваша индивидуальность, с которой людям придется мириться, которым людям останется лишь только принять, но вам это надо делать для себя, для себя, не для других, потому что мнение других людей непостоянно и субъективно, я надеюсь, можно объяснить почему, на примере хотя бы вашего мужа. Итак, этот такой большой блок можно сказать вашего общего поведения и недоработки во взаимодействии с окружающими людьми и в частности с вашим мужем, я думаю, можно считать закрытым, потому что в принципе мы затронули с вами и обиды и здесь мы с вами затронули и какие-то аспекты связанные непосредственно с тем, что вы хотите выучить, что вы хотели от вас другие. Давайте теперь пройдемся по обидам. первая обида это свадьба. Вас заделит то, что мужчину не волнует как пройдет самое главное событие в жизни. реакция реакция вполне естественная если бы не обманул. Вы не были в себе уверены. Вы не были в себе уверены и вам на самом была его поддержка. Давайте подумаем вот о чем. Мужчине изначально, и мы об этом уже говорили, было все равно на то, будет у вас свадьба или нет. мужчину просто в силу своего мышления, в силу того, что все мужчины мыслят логикой фосформальной, то есть предметной, меньше значения придают свадьбу. И ваш мужчина не поддерживал вас в вопросах свадьбы не потому что считал, что вы одна обязаны все это делать, а просто потому, что он рассудил примерно так. Она на свадьбу согласилась, значит ей и отдуматься. Ей это нравится, и это устраивает все эти хлопоты для нее в радость. Пусть этим и занимаются. И самое интересное то, что действительно есть такие люди и организаторы свадеб тому пример, которым все свадебные хлопоты только в радость. То, что они были не в радость вам, значит, это отчасти, вот я тут сейчас читаю, значит, я читаю, что вы пишете, что вы старайтесь не для себя, самый близкий человек вас не поддержал, значит, для родственников и друзей, и с тех пор вы начали в шорусе, я часто плакал, я плакал, и остался, боялся, что впереди. Из этого, из этой части непонятно, а вы супругу вообще говорили, что вам на самом подъездке, что вы вот вы говорите, я затаил на него обиду. А зачем обиду затаивать? Ну, вы считаете, что мужчина что-то не так делает? Вы считаете, что мужчина не поддерживает вас на так? Вы ему скажите об этом? Скажите откровенно, что мне нужна помощь в организации сладбе, я не хочу делать это все одна, потому что друзья, родственники, это не только мои, но и твои, и, соответственно, тебе тоже нужно что для них сделать. Может, мужчина даже не понимает, что вы на что вы обижаете, ведь вы ему не говорите. Исходя из того, что вы описали, он даже не понял причину вашей обиды. Если вы с ним об этом говорили, вы просили его, подоскал, он вам ее не предоставил, то какие у него были аргументы. Обида это когда человек не понимает причину поведения другого человека. Это когда ему непонятны слова другого человека, это когда его поведение поведение другого человека задевает субъекта. Вас задел истому что он вас не поддерживал. Вас задел это потому, что вы не осознаете или не осознавали, ну, скажите сего, и не осознаете тоже мотивов этого. То есть почему человек вас не поддерживал. Вот главный вопрос, на который мне надо ответить. Почему? Если не хотел, то это его исцелание. Ну, вы могли бы тоже ничего не делать, но вы решили это сделать. Опять так, почему вы поставили свои желания ниже желаний друзей и родственников. Вы говорите, вы делали это не для себя, но свадьба чья ваша, значит, вы делали это для себя, а вы говорите, что делали для друзей и родственников. то есть нужно понять мотивы вашего мужа. Почему? И если вы до сих пор, я конечно признаю, что вероятность этого малика, но тем не менее, если вы до сих пор ему об этом не сказали ничего, не говорили, что вы внушились поддержки, а он вам не помог, обязательно скажите, не нужно дать обиду, выясните, почему человек этого не сделал, почему он вас не подострял. Скорее всего, причину я назвал, но тем не менее, вам это нужно обязательно выискнуть. И именно из этой части я могу сделать выставили чужие желания выше своих, причем на самом главном правильном ваше жизни. Зачем? Зачем? Почему? Почему руководствовались тем, чем вы другие люди, а не своими желаниями? Вот потому вы и не счастливы оказались в итоге, что вы хотели угодить другим? Желания других, кроме того, что переменчиво, так они еще и противоречиво очень сильно. Одни люди хотят одного, другие люди хотят другому, всем не угодишь. И даже всем друзьям не угодишь, и родным. Так зачем? Вы лучше делаете кто нравится вам, и те люди, в котором вы дороги, они примут то, что вы делаете. Они примут ваши желания как свои, и будут их разделять. И все. И это будет просто. Это будет проще, это будет легче. от вас это потребует меньше затрат, и все будет гораздо понятнее. Если человек принимает ваши желания, например, ваше стремление куда-то начинает на этого человека, можно полоситься, можно разделить горество. Если человек не понимает, не разделяет ваши желания, значит у него нельзя полоситься, ему нельзя доверять. Вот и все. И не кому чего-то доказывать, не кому чего-то объяснять. Либо человек разделяет ваши желания, либо нет. Дайте ему возможность проявить свое к вам отношение, после этого делайте вывод и свое поведение корректируйте именно в расширении на то, как человек к вам относится, как он вас воспринимает. Вот и все. Не нужно стараться делать все для других людей, пытаться им угодить. Это бесполезно. Дальше. А теперь значит вы пишите здесь следующее. Значит вас вывозили в декрет, значит мужчина перестал обращать внимание на то, что вы плачете и значит так у вас гормональные формы адекватно оценивают ситуацию вы не могли и периодически срывали самому за свою обиду на него. Здесь опять как бы идет подтверждение от того моего постулата, что вы не сказали ему о том, что вас собственно волнует. То есть вы маскировали свою обиду придирками, непонятно почему вы маскировали опять таки свою обиду. То есть вы считали ее наверное недостойны того, чтобы об этом говорить. Возможно, но почему вы считали ее недостойны? Чем она хуже вот например тех придирок, которые вы взамен мужчине предлагали? ну чем она хуже? Это хотя бы то, что вас действительно задело, а придирки получаются просто средства для того, чтобы вырастить свой негатив. Разве нет? Поэтому этот момент ну можно сказать вы как бы сами сгенерировали, сами его спровоцировали. почему мужчина перестал обращать внимание на ваши слезы? Ну во-первых, если вы значит как писали, что вы часто плакали, то что есть слезы? Слезы это такое средство показать человеку, что вы недовольны с чем-то. Ну как и крик, как и например ну знаете когда женщина начинает колотить мужчину, да? Как и истерика, как нерв срыв. Это все средства, сильные средства показать другому, что вам плохо. Но как сильно действующие средства они вызывают привыкание. ваш мужчина перестал обращать внимание на то, что вы плачете именно тому, что он привык. Он привык к тому, что вы плачете. Вот он вроде бы вас успокоил, да, вот вы заплакали, он вас успокоил, а через какое-то время опять заплакали, и он опять вас успокоил. Поэтому он не понимает, почему из-за областительной пустяковой ситуации вы плачете. И он думает, ну, может быть, у вас характер такой, может быть, восприятие такое, вы беременны были, тогда, может быть, он подумал, что из-за беременности вы плачете так, постоянно. Тем более, что у вас гормональный взрыв не давал адекватно отренивать ситуацию. То есть мужчина перестал вас восприниматься всерьез. Он раньше вас не особо воспринимал всерьез. Сейчас, что больше, ну, по крайней мере, тогда, после, после, вот, того, как вы сейчас плакали. И тут нужно понимать, что плакать можно по-разному. Вот вам тяжело чувствовать, что вы хотите выразить свои эмоции, выразить свои переживания. Нужно поплакать, да. Но поплакать это как бы для себя. Вы плачете не для кого-то, а именно для себя. И когда вы это делаете, вы несете ни от кого никакую реакцию. Вы просто плачете, потому что вам этого хочется. Вы поплакаете на спокойность и продолжаете жить. А получается, что вы значит, чувствовали себя ненужной. Хотя вот почему ненужной, если мужчина на вас женился и так далее. Но опять-таки почему ненужной понятно. Потому что вы старались следовать интересам других людей. А интересы других людей это они не постоянные. Кстати вы гоняете за привыком. Поэтому вы ощущаете себя ненужной. Понятно. все но тем не менее главный момент сильно действующими средствами нужно пользоваться редко. Чтобы они действительно были исключительными случаями. Чтобы человек видит, что если вы плачете значит все действительно серьезно. А если питание где-на-то вызывает просто вывыкание. Дальше про смех про готовку про посмешивание я вам уже говорил. Думаю что не имеет зло постараться за в этом значит заплакал после рождения ребенка вы стали более близкими. Это тоже понятно значит тыкнет ваш муж и смеется если вы что-то не то сделали это тоже я об этом говорил значит когда вы говорите ему о своих мечтах о работе говорит что вы не сможете вы не такая об этом я в принципе тоже вам упомянул когда говорил о том что человек не хочет чтобы возвышали не хочет чтобы вы становились вровень с ним и не хочет и боится точнее что вы перестанете в нем нуждаться а это будет обращаться возможность вашего ухода и соответственно удар по любым мужчин то есть как видите вот такое поведение поведение казалось бы внешне независимое да внешне такое что мужик в действительности это все очень лично человек когда говорит что вы ничего не сходите это очень лично человек заинтересован в том чтобы вы не могли вопрос в том а почему он без офисового учителя вообще люди которые хотят нести мудрость другим они действительно хотят дотянуть человека другого своего уровня как минимум чтобы тому было так же интересно так же прекрасно и легко допустим как учитель это человек который хочет жить среди равных это вот такой очень наполненный собой человек наполненный внутренней силой духовно здоровый человек он хочет жить среди равных и он пытается как можно больше людей сделать равными себе а ваш мужчина не такой ему хочется чтобы вы были ниже с него и давайте подумаем об этом вы не писали ну про него вообще не писали но тем не менее отвечайте себе на вопрос почему он не хочет чтобы вы были равны им почему он может пояс почему он так активно настаивает о том что вы не можете чего-то почему он так активно настаивает на том что вы не так почему тем более что у вас есть хобби а у него это хобби нет ну в принципе я вам об этом об этом тоже говорил далее идет внешность значит про внешность я говорил значит он вас не слушает когда вы пытаетесь с этим говорить вот этот момент очень очень важен дело в том что если вы плакали если вы часто обращались к такому вот сильно действующему средству то понятно что мужчина его-то уже не воспринимает всерьез а что говорить о том когда вопрос пытается поговорить и в этом контексте во-первых вы нуждает в нем то есть вы через разговор с ним пытаетесь обрести себя а обрести себя нужно без него как я уже говорил да и вам не нужно самостоятельно проявлять инициативу а самостоятельно выступать в диалог проявляя свою самодостаточность так что мужчина сам почувствовал что вы как-то в нем уже не нуждаетесь вот стоит ему почувствовать что вы в нем не нуждаетесь и он суден значит он разговаривает пока его такое поведение обуславливает именно то что вы в нем отчаянно нуждаетесь и он знает что если вы с ним не разговариваете то это значит что вы не испытываете нужды а как-то он на порядке вы тут же с ним заговорите и он естественно даже и не переживает по поводу того что у вас с ним происходит зачем вас слушат если вы не нуждаетесь и так будете вновь добиваться его и добиваться его внимания и вы будете теряться если он не будет вам ничего отжигать то есть он знает что вы без него никуда не денетесь что вы в нем знаете на нем у вас завязана вся жизнь фотосферы так коряк просто он вас не ценит да может быть он вас любит может быть он вас сами дорогит и он вас не ценит я не могу сказать по вашему письму уважает он вас или нет это однозначно не вытекает из того что вы написали а делать выводы на основе предположений мне не хочется но тем не менее тот он вас не ценит это факт соответственно не избавляться избавляться от потребностей в нем опять таки как это делать я говорю уже и не сговаривать если он это не хочет не сговаривать если он не хочет то есть если увидеть что он сговаривает с вами то не нужно от ним говорить потому что он понимает что вы так через него реализуете свою потребность в чем-то а если он видит что вы независимы то он увидит что вы и без него хорошо справляться то тут его страх что вы цените вещи и даст о себе знать дальше значит он вас не верит он с вами не общается не верит он вас потому что он не хочет верить ему не выгодно вас верить он боится вас поверить ему не нужна жена в которую можно верить ему не нужна слабая зависящая от него женщина не общается почему мы сказали значит вы стали себе сомневаться еще больше нет вы неплохая ну а собственно по поводу одежды космические и еды я вам уже говорил что еду ну не используют не как средство заедания обид а именно как удовольствие обид нужно раскрывать обид нужно реализовывать понимать причину обид человека и тогда значит вам все будет понятно что касается незаметности то а разве вы сейчас не незаметны мужчина вас не верит мужчина с вами не обижается мужчина не ценит вас разве вы незаметны если кажется незаметность не приносит в данном случае вам никакого эффекта смех это незаметность если мужчина над вами смеется это нужно ему то есть это он делает для себя а вы и так уже незаметны на самом деле вы незаметны про ошибки я говорил что как бы свои ошибки нужно принимать и я надеюсь что вы очень хорошо меня услышите про плач в принципе тоже так что это сильно действующие средства которые вы очень много раз использовали ну а про неравнодушие и про то что он все равно для вас делал что это семья отношение к семье это не к вам отношение как к таковой значит два момента есть которые мне хотелось вам сказать первый момент то что вы хотите быть незаметны но здесь момент очень важный вы очень незаметны незаметность не приносит вам никакого результата смех делает вам больно потому что вы не понимаете внешне этого смеха я надеюсь что причины вы теперь поняли и поняли что не вы являетесь целью смеха а он сам боль смех причиняет лишь потому что вы сами в себе не уверены вы не уверены в том что вы достойны что вы прекрасны но чем больше вы будете стремиться быть незаметны чем больше вы будете например чем хуже вы будете одеваться тем сильнее будет смеяться над вами и тем собственно говоря больнее вам будет вот это понимаете путь никуда по сути эскалация негатива эскалация негатива ни к чему хорошему не приведет вам но действует только другим путем через наоборот становление себя как заметной индивидуальной ненуждающейся в нем ненуждающейся в его одобрении и стремящейся пропускающейся все только через свои фильтры того что нравится не нравится вам и если человек ну вот он язвит смеется значит этот человек как минимум не ценищий вас не удовлетворенный собой не счастливый внутри который не хочет чтобы вы были кем-то лучше больше интереснее ему нужно смеяться его потребность понимаете это то с чем он нуждается вот это вы поймите пока он вам кажется идеальным мужчиной который опускает вас а на деле для него это тоже имеет большую смысл что он делает но какой смысл для чего этот вопрос я надеюсь вам ответ он немножечко более радый дальше значит что касается того что вы можете сделать в общих общих когда и если вы начнете свое поведение менять когда и если вы будете стремиться к своему собственному идеалу тогда и если вы начнете обретать гармонию самой собой вот тогда отношение мужчины к вам станет меняться ну во-первых он увидит вас женщиной во-первых он увидит вас естественной во-первых он увидит как вы раскрывает вас во-вторых он увидит вас с привлекательной точки зрения то есть вы будете привлекать его чисто вместе и лично говорит что пока вы увидите себя так ни о какой ценности ни о чем в таком речи не идет это путь никуда приемлемо кривых одежды от медик нужно двигаться в другом направлении направлении полностью противоположен если вы начнете обретать независимость и будете показывать что вы не нуждаетесь в нем то есть вы сделаете единственным мерилом от того что правильно а что нет лишь только свои собственные фильтры идеалы и ценности то это тоже лишь привлечет к вам мышечную мышечную и это собственно и станет началом оттепель ваших отношений потому что ни слова какие-то ваши ни слюзы ваши никакие поступки для него ситуации неисправны почему потому что вы этого уже делали и делали очень много и в итоге к чему это привело вам пора думать только о себе вам пора действовать только в том ключе которым нравится вам вам пора самостоятельно обретать свою независимость вам пора самостоятельно становиться раскрытой экосистемой которая полностью себя обеспечивает я сейчас не говорю про финансы я сейчас говорю именно про эмоциональную стабильность а для этого нужно больше доверять себе для этого нужно выбрать идеалы свои собственные и пристремить к ним вот если вы это все делаете то у вас начнутся изменения отношения с мужем каким образом значит если у мужчины есть к вам чувства то эти чувства они конечно же припрояются как бы во втором дыхании то есть у мужчины начнется что-то вроде второй влюбленности к вам когда вы измените когда вы начнете меняться а если у него вам чувств нет не осталось такое тоже может быть то он так и будет продолжать вас обвинять продолжать смеяться извинить оскорблять унижать еще больше и сильнее То есть, чем больше вы будете становиться независимым, чем больше вы будете становиться собой, чем больше вы будете стараться делать смиток своим идеалам, тем больше будет с его стороны негативная реакция. Почему? Потому что чувство его к вам не останется во втором случае, а видеть, как вы становитесь лучше, ему будет невыносимо. Потому что это будет означать как конец. Конец вашей нуждаемости в нем и конец уже его нужности вам, конец его востребованности в контексте вас. А это больно для человека, у которого нет личных чувств, то есть романтических чувств для женщины, но у которого есть свои собственные амбиции и притязания в ее контексте. То есть, это невыносимо для мужчины, которые женщины воспринимают как атрибут своей успешности. Как подтверждение, как часть, как доказательство того, что он целиком и полностью реализовался и реализуется. Излишне говорить, надеюсь, что во втором случае с таким мужчиной вам жить вместе попросту нельзя, он никогда не примет ваши изменения в силу своего к вам отношений. И вам здесь уже необходимо будет думать о том, как получить не только эмоциональную и психологическую независимость, но и независимость финансовую, независимость материальную, чтобы жить отдельно. При подходе, который я вам указал, жить отдельно вы сможете более чем успешно и, возможно, реализуете все то, что не могли из-за желания других людей, которые вы делали своими. На этом все. Надеюсь, что вам было полезно прослушивание этой записи. Если какие-то вопросы остались, пишите, спрашивайте. И если будет желание продолжить в таком же ключе, то вам, собственно говоря, буду рад новым вопросам, новым текстам. Необязательно. По заданной тематике, может быть, вас волнуют какие-то отдельные аспекты, которые вы хотели бы разобрать. То есть тут важно понимать то, что вас волнует, то, что именно вас волнует. И нужно выбирать, а не то, что, например, сказал я, да, есть вот личные отношения, есть родительские и социальные. Может быть, вы считаете, что, или после прослушивания вы считаете, что есть какие-то именно вот более узкие проблемы, например, связанные с вами, которые нуждаются в разборе. Разобрав их, вы сами можете решить свои другие проблемы. Если такая ситуация есть, лучше пишите о том, что вас волнует, а не о том, что, не о том, какое направление я вам задал. Потому что нет никакого предпрограммирования в работе с человеком. Работаем только всегда с тем, что человека волнует, что человека беспокоит. Вот чтобы, например, у вас ситуация с мужем, она дугалась, что это, можно сказать, даже не личное отношение больше, а социальное. Потому что личных отношений здесь, как таковых, нет. Есть отношения мужа и есть ваше. Но именно взаимодействия, каких-то близких отношений нет. Потому что вы своего супруга даже как доколого не описали. Какой он? Кто он? Нет. Вы говорите о себе. И понятно, что, говоря о себе здесь, вы говорите о себе, как о социальном субъекте. И поэтому видите, как получилось, что, конечно, я могу ошибаться здесь. Но, по моему мнению, через надбор личных отношений с мужем, можно сказать, что он был просветен надбор социальных отношений. Хотя, безусловно, есть и свои тонкости, но тем не менее. То есть то, что вас беспокоит, нужно ослушивать, нужно писать именно об этом. Это вам на будущее. Потому что понятно, что и время ценно, и средства, и все. Чтобы вы не думали, что это просто пустая работа. На этом еще раз хочу с вами прощаться, пожелать удачи и сказать, что все получится. Главное, чтобы вы сами начинали все это делать, чтобы вы сами начинали менять что-то. Чтобы вы постепенно, постепенно, хотя бы почувствуйте, приносили в свою жизнь те элементы, о которых я говорил. Без реального волевого изменения поведения слова останутся просто словами. А если есть проблемы с волевой регуляцией, то об этом можно поговорить отдельно. До свидания! До свидания и удачи вам! Успехов! Успехов! Успехов!